Новое слово. Новые слова. Круткие дуги. Короткие длинные. Вольные. Свободные. Интересное слово. Есть еще слово. Повольные. Медленнее. И мы можем сказать. Проши. Хочь мы вольней. Пожалуйста, давай пойдем медленнее. Мув проши вольней. Проши пана мувич вольней. То есть говори, пожалуйста, медленней. Или же можем такой вопрос задать. Чи вольно ту, например, палич? Можно ли здесь, например, курить? То есть вольно в значении можно ли, когда мы просим разрешение. Вольный. Заемтый. Свободный. Занятой. Дроги. Тани. Дорогой. Дешевый. Богатый. Бедный. Богатый. Бедный. Коштовать. Стоить. Плачить. Платить. Полецать. Рекомендовать. Пеньонзе. Деньги. Кантор. Обменник. Банкомат. Банкомат. Прочтем диалог номер один и переведем. Маме. Цо робиш? Маш вольный час? Чи естышь за елта? Маме. Что ты делаешь? Ты имеешь свободное время? То есть у тебя есть свободное время? Или ты занята? Ну дзеще. Я скучаю. Как обычно. Маме все время скучает. Може спаться. Може прогулка. Девчины. А може галерия хандлова цо? Ту ест листа закупов. Девчата. А може торговый центр? А? Здесь вот список покупок. Ест крутка. Он короткий. Этот список. То есть список в русском языке мужского рода. В польском языке листа. Листа женского рода. Список. Ну то нема проблему. Ну тогда нет проблемы. Маме. А ты маш в своем листе? Маме. А у тебя есть свой список? Так. Але я мам в другом листе. Да. Но у меня длинный список. Закупы. То есть мой план на ютро. Але може быч теж на дзючай. Покупки. Это мой план на завтра. Но может быть так же на сегодня. Окей. Так грубо произносим с буквой «э». Окей. А ты, Кароль, цо хцеш с галереи? А ты, Кароль, што хочешь із торгового центра и галереи? Спортове ауто? Спортивное авто? Ха-ха-ха. Але мам интеллигентного брата. Очень смешно. Но у меня умный брат. И мы с вами переходим к винительному падежу. Берник. Лишь бы поедынший. Мы сегодня разберем единственное число. Отповяда на пытание кого, цо. Кого, что. Что мы видим в табличке? Род займенский. Мужской род. И он разделен на животное и неживотное. Род зайженский. Женский род. Род зайнияки. Средний род. Пшеметник. Прилагательное. Жечовник. Существительное. Пшиклад. Пример. Начнем со среднего рода. Род зайнияки. И здесь хорошая новость. Окончание. И у прилагательных, и у существительных не изменяется. Будут такие же. Яков мяну в нику. То есть в именительном падеже. Например. Спортовый ауто и манспортовый ауто. Манцо. Спортовый ауто. Спортивное авто. Имею что? Спортивное авто. Ничего не меняется. Женский род. У прилагательных окончания ом. У существительных эм. То есть прилагательные имеют окончания аз огонким. Существительные эз огонким. Дуга. Листа. Мамцо. Дугом. Листе. Мужской род. Не животное. Род займанский. Не животное. И здесь тоже хорошая новость. Окончания не изменяются. Такие же, как в именительном падеже. Яков мяну в нику. Вольный час. И мам. Вольный час. Свободное время. И я имею что? Свободное время. Переходим в эту часть таблички. Где род займанский. Животное. Прилагательные имеют окончание эго. Существительное окончание а. Интеллигентный брат. Але мам кого интеллигентного брата. Умный, интеллигентный брат. И у меня есть. Я имею умного, интеллигентного брата. То есть в русском языке ого, а в польском меняется на эго, а. Еще один пример. Добрый тата. Мам. Добрего. Тате. Слово тата мужского рода, но имеет окончание аз. И мы помним, что окончание а – это окончание женского рода. Поэтому такие слова мы изменяем по правилам женского рода. Но прилагательные мы изменяем по правилам мужского рода. То есть хороший папа, имею хорошего папу. И давайте еще несколько примеров. Начнем со среднего рода. Кстати, нужно сказать, что берник, винительный падеж, парень очень позитивный, положительный. Он все любит, ест, пьет, знает, обожает. То есть все, что без отрицания – это берник. Если появляется отрицание, здесь меняется падеж. Это будет дополнеж, родительный падеж. О нем мы будем говорить позже. Пока запоминаем, что берник позитивный, положительный, все любит, знает, обожает. Итак, начнем со среднего рода. Мое имя. И можем оповедить же «поментом мое имя». То есть здесь видим, что окончания не изменяются. Как в именительном падеже. Просто существительное прилагательное. То есть мое имя, я помню мое имя. Помню что как раз наш берник. Чистое окно. И я видзе, что видзе чистое окно. Чистое окно. Я вижу что? Вижу чистое окно. Ничего не поменялось. Споучасный музеум. Современный музей. И тоже там не вил. Любим споучасный музеум. Я люблю современный музей. Ничего не изменилось. Доброе место. Хорошее место. Видзе доброе место. Видзе, что я вижу, что хорошее место. Ничего не меняется. Женский род. Чекава кшёншка – интересная книга. И можем сказать «мам чекавом кшёншка». Я имею интересную книгу. У меня есть интересная книга. Высока цурка. Мам кого высоком цурке. Высокая дочь. У меня есть высокая дочь. Чемна нотс. Тёмная ночь. Есть такие слова женского рода с нулевым окончанием также. Нотс, радость, мышь и так далее. Чемна нотс. Она моя, тёмная ночь. И, например, видзе тёмном нотс. Я вижу тёмную ночь. Мужской род. Рассмотрим вначале род займэнский, не животное. Здесь окончание у нас. Як вмену в нику концовке, так и самое. То есть не изменяются окончания. Низкий стул. Я мам низкий стул. Выгодный фотель. Мам выгодный фотель. Новый зыгарок. Я мам новый зыгарок. То есть удобное кресло. И я имею удобное кресло. Новые часы. Я имею новые часы. Низкий стол. Я имею. То есть у меня есть низкий стол. Ничего не меняется. Переходим к одушевлённому мужскому роду. Радостный ойтец. Мам радостного ойца. Радостный отец. Я имею. У меня есть радостного. То есть я имею радостного отца. Грубый вуек. Толстый дядя. Мам грубего вуйка. Толстый дядя. Я имею толстого дядю. Дентиста. Он мой. Артиста. Он мой. Так же, как со словами тата, папа. Эти слова мужского рода. Но так как заканчиваются на а, изменяем по правилам женского рода и к ним приклеиваем окончание с гонки. Знам дентисты. Видзе артисты. То есть я знаю стоматолога, вижу артиста. Файный научитель. Классный учитель. Мам файнего научителя. Я имею классного учителя. То есть у меня есть классный учитель. И есть исключения. Смотрите, где. У нас родзайменский, как видим. Пока говорим о существительных. В словах. Не животных. Не одушевленных. Но в них будут окончания а, как будто они живые. Что это за исключение? Назвы истот фантастичных. Какие-то фантастические существа. Например, видзе анёва, видзе эльфа. Я вижу ангела или эльфа. Эльф мужского рода. И по идее относится сюда. Но это будет исключение. Назвы танцев, валют, гер, гжибов, квятов и рощли. То есть названия танцев, валют, игр, грибов, цветов и растений также у нас относятся будут вот сюда в исключение. Они как будто живые. То есть они живые. Они растут как живые. Но здесь грамматика немножко другая. И это считается исключением. Например, танцы краковяка. Краковяк. Он мой. Танцы краковяка. Выдал им доллара. Потратил доллара. Грамм в хоккея. Хоккей. Род займэнский. Должен был бы быть здесь. Но исключение. Поэтому здесь хоккея. Назвы овоцов, ваше, своды, чипотров часто. То есть названия различных фруктов, овощей, сладостей, каких-то блюд. Например, банан. Мужской род. Неживотные относятся сюда. Но исключение будет окончание а. Ем бананой. Мам помидора. И те же назвы сырыных выробов шамысловых. То есть какие-то марки. Марки автомобилей, марки сигарет, марки алкогольных напитков. Все это также в исключении. И у существительных мужского рода неживотное будет окончание а. Например, купилем фольксвагена. И так далее. И почитаем несколько примеров. Значит, берник. Отповядано питание кого-то. Отвечает на вопрос кого-что. И он у нас позитивный, положительный товарищ. Он у нас любит, пьет, имеет. Такие глаголы с ним всегда идут бок о бок. Кохать, есть, пить, мечь, любить, читать, робить, знать, куповать и так далее. И т.п. Читаем несколько примеров. Кохам своего таты. Я люблю своего папу. Тата. Исключение у нас таты. Кохам твоем сестре. Твоя сестра. Женский род. Твоя сестра. Кохам кого? Твоем сестре. Твою сестру. Любе интересуемцом кщеншке. Я люблю интересную книгу. Интересуемца кщеншка. Родзе женские. Любе интересуемцом кщеншке. Пие чепкуе млеко. Я пью тёплое молоко. Средний род не изменяется. Пие горонцом хербате. Женский род горонцом прилагательное. Хербата меняется на хербате. Существительное. Пие чарном каве. Чарна кава. Женский род. Чарном каве. Пие помаранчовый сладкий сок. Мужской род. Неживое, неодушевленное. Без изменений. Помаранчовый сладкий сок. Ем шнядание. Ем завтрак. Шнядание. Родзе неякий. Средний род не меняется. Ем обяд. Обяд. Родзе мэнске. Неживотное. Ничего не меняется. Ем колацье. Я кушаю ужин. Колацья. Женский род. Существительное. Получает окончание эс огонке. Ем канапке. Ем зупе. Женский род. Канапка. Бутерброд. Зупа. Суп. Существительное эс огонке. Мамеют окончание. Ем чарный хлеб. Ем жултый сыр. Мужской род. Неживой. Не изменяется. Ем чёрный хлеб. Ем жёлтый сыр. Ем масло. Кушаю масло. Средний род. Без изменений. Чытам новый магазин. Я читаю новый журнал. Мужской род. Без изменений. Чытам рекламы в газете. Реклама. Родзе женске. И существительное. Получает окончание эс огонке. Чытам рекламы в газете. Чытам чекавом байке. Интересную сказку. Чекава байка. Чекавом байке. Мам добрый настрой. Я имею хорошее настроение. Добрый настрой. Родзе мэнске. Неживотный. Без изменений. Мам чарного кота. Я имею чёрного кота. Сюда смотрим. Мам пенкном щёстре. Пенкна щёстра. Сюда смотрим. Мам выспортованного брата. Маня спортивный брат. Вот сюда смотрим. Робе праце домову. Я делаю домашнюю работу. Робе с дьенче. Я делаю снимок. Робе гимнастыка. Я делаю гимнастику. Купуе билет. Купуе пышная частку. Мужской род и средний род без изменений. Я покупаю билет. Я покупаю вкусное пироженько. Купуе жултом спуднице. Жултом сукенке. Родзе женске. Изменяем окончание. Ом прилагательное. М существительное. Жултом прилагательное. Сукенке. Спуднице. Существительное. Знам спудница. Юбка. Сукенка. Платье. Знам крутком droге. Крутка droга. Родзе женске. Знам тегу научичеля. Знам том научичельке. Тегу научичеля. Том научичельке. И еще. Внимание. Есть такие фразы. Устойчивые конструкции, которые после себя всегда требуют винительного падежа. То есть берник. Неважно. Положительное или отрицательное. Это фразы предложения. Одно из таких фраз является чекачь на цошь, чекачь на кого-то. Всегда будет с предлогом на. Ждем на что-то, ждем на кого-то. Это крайне важно. Запомните, пожалуйста. Ждать на что-то, ждать на кого-то. Чекачь на цошь, чекачь на кого-то. Прикладаем. Чекачь на автобус. Ждать автобус. Например, я жду автобус. Чекам на автобус. Чекачь на брата. Чекачь на сестры. Ждать брата. Ждать сестру. Но в польском языке всегда будет на. Чекачь на брата. Чекачь на сестры. Чекам на фильмик. Я жду видео, какой-то фильмик. На. Чекамы на вас. Мы ждем вас. На вас. Петр чека на добром погоде. Петр ждет хорошую погоду. Добра погода на добром погоде. Они чекают на отповедь. Они чекают на документы. Они ждут ответ или они ждут документы. Также вот здесь я написала спряжение часовника чекачь. Подмяна часовника чекачь. Как он изменяется, как спрягается. И часовник прощич, просить. Что нужно знать об этом глаголе? Что мы просим о чем-то. Если мы о чем-то просим, то в польском языке всегда будет предлог. Хотя в русском так не всегда. Прощич о цочь. Например. Проши о хомос. Я прошу помощи или я прошу о помощи. В русском языке и тот, и тот вариант может быть. В польском только один. Проши о помощи. Прощи мы о выбочении. Мы просим прощения. Или мы просим о прощении. В польском всегда о. Проши о рахунок. Я прошу счет. То есть дословно прошу о счете. Проши о рахунок. Она просит о парагу. Она просит о чеке, если дословно. Она просит чек. Проши о уваге. Я прошу внимания. Прошу о внимании. Давайте еще раз вернемся. Чекач на когось. Например. Чекам на брата. Я жду брата. Не чекам на брата. Я не жду брата. Чекамы на вас. Не чекамы на вас. Петр чека на добром погоды. Петр не чека на добром погоды. В таком случае, как мы видим, падеж не меняется. Всегда остается берник. Винительная падежа. Это устойчивая конструкция, после которой мы всегда используем берник. Итак, вернемся к учебнику. Чвечение номер два. Упражнение номер два. Здесь у нас есть слова и есть глаголы. Нам нужно к этим глаголам подставить слова, поменяв их, поставив их в винительной падеже. Используем берник. Итак. Газета кщеншка. Читам газеты. Читам кщеншка. Я читаю газету, читаю книгу. Читаю что? Оглендач. Оглендач цо. Смотреть цо. Телевизье. Фильм. Оглендач телевизье. Оглендач фильм. Телевизья. Меняется в женском роде. Телевизье. Фильм не изменяется. Средний род у нас не изменился. Женский род. Слово листа. Список. Изменяем. Добавляем окончание эс-огонки. Робич листа. Делать список. Готовач. Зупа. Макарон. Готовач зупе. Макарон. Приготовить. Сварить суп. Зупа. Готовый зупе. Макарон. Не изменяется. Мужской род. Макароны. И всегда это слово, кстати, в единственном числе. Макарон. Мы в русском говорим макароны. В польском всегда в единственном числе. Макарон. Ходить на дискотеке. На гимнастике. Дискотека. Гимнастика. Женского рода. Поэтому изменяем. Ходить на дискотеку. На гимнастику. Гольф. Пилка нужно. Али грач в гольфа. В пилке нужно. Грач в гольфа. Это исключение. Пилка нужно. Женский род. В пилке нужно. Футбол. Билет. Помидор. Куповач. Билет. Куповач помидора. Билет и помидор. Вот здесь у нас находятся. Билет. Без изменения остается. Помидор. Исключение. Куповач помидора. Еще раз. Исключение. Будет в презентации. Под видео. Можно будет посмотреть. Лист. Праца домова. Писать. Лист. Писать. Праца домова. Писать. Письмо. Лист. Не изменимся. Праца домова. Женский род изменяется. Праца. Яком. Домову. Есть два слова. Слово. Листа. Список. Лист. Письмо. Поэтому в мужском роде мы не изменяем слово письмо-лист. Листа женского рода. Список изменяем. Далее. Повтужить здание. Повтужить слово. Повторить предложение. Повторить слово. Средний род без изменений. Любить пиво. Любить каве. Средний род. Не изменяем пиво. Кава. Пцо. Любить каве. Цвечение номер три. В упражнении номер три нам нужно поставить вопросы, кого или что. Цо готуешь? Что ты готовишь? Цо читаешь? Что читаешь? Газеты выборчу. Газета выборча, але цо читам газеты яком выборчу. Кого знача? Кого вы знаете? Агнешка и Пётр. Цо они пишут? Кого любишь? Брата Пита. Кого ты любишь? Брат Пита. Цо роби мама? Пироги русские. Что делает мама? Вареники русские с картошечкой и творогом. Цо любя? Любя кино и театр. Что я люблю? Я люблю кино и театр. Средний мужской род у нас не изменяется. Цо добре играешь? Во что ты хорошо играешь? В гольфа чи в тенниса? В гольф или в теннис? Название спортов в мужском роде у нас имеют окончание А. Сомаш в торбе. Что у тебя в сумке? Кого он фотографуя? Кого он фотографирует? Он фотографуя моем коллежанке. Моя коллежанка. Женский род моем коллежанке. И упражнение номер 4 сделаем. Здесь у нас даны прилагательные существительные в скобочках. Нужно раскрыть скобки и поставить их в берник в винительный падеж. Здесь мы видим то, что я уже ранее говорила. Мой твой с буковкой О с крэйской звук У. Моего твоего при изменении О с крэйской превращается просто в О и звук О. Итак, твой брат. Знам кого? Твоего брата. Твоего брата. Любе. И слова у нас. Желона хербата. Смотрим женский род. Любе желоном хербате. Тайский массаж. Роды мэнские, не животные. Она робит тайский массаж. Так и остается она делать тайский массаж. Мы пишем длогий эмэйл. Не изменяется мужской род у нас. Мы пишем длинный эмэйл. Зупа помидорова. Роды женские. Значит, будем изменять окончание. Мама готуется зупе, яком помидоровом. Томатный суп. Чи огляндаш, и в скобках написано «Польская телевизия», женский род. Чи огляндаш в «Польском телевизии». Симпатична сёстра, теж родзи женские. Маш симпатичном сёстре. Любимый краковский рынок. Без изменений мужской род. Презентацию прикреплю в описании к видео. Можно будет посмотреть, почитать ещё раз. Итак, домашнее задание. Читаем предложение. Вслух обязательно. Читаем глаголы и существительные, изменённые уже, которые мы к ним тут приклеили. Также запоминаем чекочна завше. Всегда ждать с предлогом на. Чекочна цоч, чекочна колуч. И всегда после этой фразы нам нужен верный, клинительный поддерж. Если мы просим о чём-то, то в польском языке всегда ставим предлог «О проще чко». Также читаем вслух предложение. Запоминаем, какие есть исключения и какие есть окончания по родам. По сути, здесь, смотрите, средний род и мужской род у нас не изменяются. В женском роде «Ом-эм». И род земэнский животный очень схож с русским языком, только «ого» меняется на «эго». Также читаем вслух, диалог и новые слова.